Сейчас на проблемном участке постоянно дежурит пост ДПС. Поручение по улучшению организации движения автомобилей и пешеходов на этом перекрёстке неделю назад дал губернатор при Ангаре Дмитрий Мезенцев. Теперь он лично приехал с проверкой. Сотрудники ГИБДД отмечают, скоро этот участок будет модернизирован. Здесь ещё планируем статурный объект новый. Как у меня заверили? В каком году? В этом году? 16 декабря. Он уже будет работать. Кроме того, не позднее 16 декабря должны быть установлены и пешеходные ограждения. Сейчас рассмотрели все вместе, в комплексе все вопросы увязали. С утра в понедельник проводят проплату дирекции, и мы ставим ограждение. Глава областной ГИБДД Сергей Панченко также доложил губернатору, что для улучшения ситуации на дорогах в связи с закрытием части Байкальской уже проведена корректировка работы шести светофоров на этой улице. В течение прошлой недели мы довели существующие светофорные объекты до тех режимов, чтобы это было удобно, не было пробок, заторов, было удобно не только автолюбить, но и пешеходам. Чтобы проверить лично работу светофоров, Дмитрий Мизинцев вместе с сотрудниками ГИБДД проехал по улице Байкальской. Глава области отметил, ситуация улучшилась. Но тем не менее, ещё не все вопросы решены. Понимание того, что внимание и дорожно-потребной службы, и внимание городских властей к этому участку должно быть постоянным до введения всего комплекса, оно существует. Но вот сейчас мы определили, что 16-го будет модернизирован тот перекрёсток, где пока сегодня нет ограждения для пешеходов, что подвергает их определённой потенциальной опасности. И также мы сегодня приняли доклад начальника ГИБДД о совершенствовании системы светофорного регулирования. От Байкальской в 130-й квартал заехали сюда не случайно, отмечая Дмитрий Мизинцев. Насторожила высота строящегося многоуровневого пространства. Чтобы не испортить исторический облик квартала, подчеркнул глава региона, здание не должно больше расти в высоту. Следующий объект для посещения – Ледовый дворец. Внутри здания идут отделочные работы. Задействованы 250 человек. Уже залита плита под ледовое поле, на крыше установлены кондиционеры. Идёт монтаж потолков. Посещение Ледового дворца стало конечной точкой в рабочей поездке губернатора по городу Иркутску. Сейчас здесь полным ходом идут работы. Однако строители обещают, что 25 декабря на арене дворца зальют лед. А 30 декабря здесь пройдёт первый хоккейный матч. Вероника Титова, Николай Крупченко. Новости сейчас.